Не гляди на тебя Не гляди, просто имена перестань Спят в твоих глазах, спят дожди Ты не для меня их оставь Перевез подальше ключи Адрес поменяй, поменяй А теперь подольше молчи Это для меня Мне-то все равно, все равно Я уговорю сам себя Будто все за нас решено Будто все ворует судьба Только ты не веришь в судьбу Значит, просто выброс ключи Я к тебе в окошко войду А теперь молчи Перевез подальше ключи Адрес поменяй, поменяй А теперь подольше молчи Это для меня Рублю ступени в небеса Делами, словом и молитвой Перемещаю полюса Разнопроявленной палитрой Рассвечиваю рай и ад Фонариками из иллюзий И наблюдаю смех парад Страхов, сомнений и контузий Рифма приходит в попыхах И важно ею не вздохнуться Крылья расправить Сделать шаг, чтобы за клавишами Проснуться Цветность проявит вдохновение Светом очищивая переход В напряжении преодоления Всего 7-0 Здравствуй, родная Это новая программа Из цикла проекта Неизведанная планета человек И этот цикл, который сейчас я записываю 14-й программой характеризует Цикл разговор с женщиной Я разговариваю с тобой С твоим сердцем Пытаясь вдохновить тебя На танец тебя рассвета И вдохновить на рождение Рождение тебя Женщины Мы уже говорили о том, что Сомневаться в том, что ты родилась Или не родилась, не приходится Ибо кто бы сейчас меня слушал Но рождение женщины Востребовано миром Рождение женщины Востребовано Требованиями вселенской Вселенной Требованиями Вершить эволюционную программу На планете И Нет возможности получить Эти целеуказания Эти Спектры энергии Никаким другим образом Кроме как Через тебя Любимая Итак Мы начинаем программу Разговор с женщиной 14-й Письмо о красоте Письмо 160 Мы продолжаем разговор О времени Пространстве Который начат был Прошлым Прошлой программе 13-й Итак Письмо 160 Время Пространства Единая Субстанция Существования Ограниченному Пространству Соответствует Ограниченное Время Ограниченность Задается Сознанием Наблюдателя Мысль Являясь Особой Формой Материи Способна Выходить За пределы Время Пространственных Границ Разрушая Последнее И способствуя Формированию Нового Качества До сего Времени Человечеством Недооценивалась Мысль Которую Способен Рождать Человек И Большей Частью Мысль Учеными Определялась Как следствие Деятельности Мозгов Но это следствие Причинность Лежит Совсем В другом Пространстве Мысли Которые Раздаются У человека Они Являются Следствием Причины Принимания Спектра Солнечного Света И вот Здесь Разница Между Мужчиной И женщиной Если Женщина Принимает Этот Спект Напрямую И Она Принимает Этот Свет И Потом Она Как-то Его Обрабатывает Мысли То есть То Мужчина Он Не Принимает Спект Напрямую Он Обязан Мысленно Считывать Этот Спект Женщины И Поэтому У него На первом Плане Мысленнее И На втором Плане Принимание Поэтому Очень важно Когда Мужчина Влюбляется И У него Этот Процесс Как бы Чуть-чуть Замедляется Процесс Понимания Он Хочешь Не хочешь Не пытается Даже Чего-то Понимать Когда Влюблен Когда Любовь Проходит И он Возвращается К своим Стандартным Мужским Механизмам Восприятия Мира То Сразу Видна И ограниченность И примитивность И Какая-то Узкость Вижна Способность Созидательно Мыслить Характеризует Уровень Сознания Рост Сознания И его Расширения Способствуют Формированию Новых Областей Время Пространства В пределах Которых Изменяются И ритм И формы Существования Нелинейная Корреляция Завтра Сегодня И сегодня Завтра Рождает Пульсацию Способствующую Пробиванию Проникновению В новой Области Существования То есть Расширению Вселенной Преобразованию Хаоса В гармонию Мы в прошлой Программе Говорили о том Что Есть оптимальный Спектр развития Есть максимальный В прошлой Программе Мы говорили Что Есть Оптимальный Спектр развития Есть Максимальный Задаваемый Учителями И Мудрецами И вот Промежуток Между Позволяет Человеку Вершить Реализацию Своей Революционной Программы В соответствии Со своим Предназначением И Формирование Завтра Оно Не происходит Из вчера И сегодня А завтра Как раз И определяет Сегодня И Твое Максимальное Проживание Сейчасности Оно И позволяет Достигать Оптимального Или даже Превышение Оптимального Пути развития Это Абсолютно Не понимает Мужчина И Абсолютно Принимает Женщина Ибо Женское Сердце Оно Знает Об этом Человек Точка Отчета Точка Приложения Сил Преобразования Это Очень важное Предложение Человек Точка Отчета Человек Точка Преобразования Всех сил Прилагаемых Для Вершения Эволюционного Развития Принимая Ответственность за Саморазвитие Осознавая Реальность И Оперируя Действительностью Человек С помощью Мысли Способен Содействовать Сформированию Нового Качества Времени Пространства Раздвигая Горизонты Своего Функционирования Ну А как Все Открытия Вершатся Как Композиторы Или Иные Другие Деятели Реализующие Твою Сточку Как Они Скрывают Вот Это Пространство Именно Тем Что Они Обживают Своё Женское Начало И Через Достижение Гармонии Своим Мужским Началом Они Прописывают Это Все Мужчина Знает Но Не Содержит Женщина Содержит Но Не Знает И Поэтому С каждым Великим Человеком Что Ученым Что Музыкантом Что В любой Другой Специальности С каждым Великим Человеком Рядом Женщина Которая Доверяет Ему Списывание Себя Этих Процессов Поэтому Когда Удивляются Почему Среди Женщин Нет Ну Или По крайней Мере Так Мало Талантливых Ученых Деятелей Музыкантов Композиторов Деятелей Искус Да только Лишь Потому Что Ей не Нужно Ничего Описывать Она Живет В этом Рыба Рыба Никогда Не Будет Рассказывать Об Океане Она Даже Не Знает О том Что Она Живет В Океане Но Она Идеально Адаптирована К Океану Так И Женщина Она Идеально Адаптирована К пространству Абсолюта Спектра Энергии Вершащем Свою Эволюционную Реализующей Свою Эволюционную Задачу Вот Создание Нашего Нашего Времени Нашей Реальности При Елых Определенного Уровня Сознания Ограничивающая Зону Приложения Луча Время Пространства Формируется Соответствующая Энергия Преобразования Из Будущего Вот В этом В этом В этом Вот В этом Диапазоне Формирование Потенциального Достижения Человеком В процессе Эволюционного Развития Вот Это Вот Потенциальное Достижение И Проявляет На планете Энергию Реальную Которая Преобразует Время Пространственная Категория По мере Достижения Мысли Новых Глубин И формирования В результате Роста Сознания Нового Времени И Нового Пространства Трансформируется Качество И энергия Преобразования Формируя При этом Новые Эволюционные Возможности Человека Стремление К общему Благу Осознание Общественных Осознание Общечеловеческих Эволюционных Законов Независимость От самости И эго Доверие И доброжелательность Все это Формирует Среду Обитания Человечества Именно Таким образом Мысли Одного Человека Способствуют Расширению Сфер Реализации Человечества Это возможно При достижении Условий Кармических А также при способности Синхронизации Сознания Человечества Мысль Идеи Вот так Приходит Такой посвященный Такой великий Учитель Как Иисус И объявляет Что Бог Это любовь И это становится Движущей силой Для всего человечества На довольно таки Длительный Период Я говорил В предыдущих программах Что Вот Иисусовская Бог Это любовь Оно Трансформировало Абсолютно Направление Эволюционного Развивения Качество Развития Эволюционного Ибо Он объявил О новых Энергиях Бог Это любовь Это спектр Энергии Максимально Возможно В условиях Гравитации Сегодня Когда мы Говорим О рождении Женщины Мы Как бы Утверждаем Продолжение Этого этапа Ибо Бог Это любовь Это как бы Ну вообще А ты Любимая Вот Твое Рождение Это совершенно Конкретно Это Совершенно Конкретные Мысли Это Совершенно Конкретное Вдохновение И Совершенно Конкретный Танец Себя Рассвет Письмо 161 Мать Мира Как Оторваться От Заплой Атмосферы Царящей Над землей И усугубляющейся Общечеловеческим Кризисом Мыслить Широко И далеко Отрываясь От очевидности Доживающие Последние Дни Матерь Мира А мир Физический Должен Быть уничтожен Трансформация Сознания Вскрывает Новые Энергии Преобразования Предоставляя Новейшие Возможность Существования Человека Матерь Мира Имеет Ли этот Процесс Начало И конец Процессы Преобразования Непрерывны И определяются Законами Количество Качество Однако В видимом Спектре Существования Возможно Сфиксировать Кажущееся Начало Что тем не менее Всегда Результат Длительной И кропотливой Работы Эволюции Матерь Мира А что делать Человеку Чтобы не Выпасть Из эволюции Мечтать Об общем Благе И стремиться Делать Конкретные Дела Для общего Блага Если Каждое Действие Каждая Мысль Проверяется Стремлением К общему Благу Выпасть Из эволюции Невозможно Но Естественно Такое Стремление Характерно Только Для определенного Уровня Сознания Что делать Спрашиваешь Осознавать Существование Принимая Ответственность За эволюцию Вселенной Спасибо Матерь Мира Разбужу тебя Утром Помолимся Искупаемся В радуге Звезд От наветовых Глаз Чужих Скроемся За туманом Мечты И слез Не печали Слез От потрясения Насладительной Тишины Гармонии Сердца Пения Вдохновения Небесной Страны Где любовь Правит Баба Где женщина Где царствие Ее красоты Покровительством Вселенной Отмеченное Где свободной Простотой Как шуты Просыпайся Родная Помолимся Крылья Бросим Свои В поток От суеты И скверны Отмолимся Чтоб родиться Человеком В срок Письмо 162 Причина Причина Рождает Следствие Закон Кармы Следствие Определяет Проявляет Изменяет Трансформирует Причину Закон Преспективы Вроде бы Противоречие Но на самом деле Нет Причина Определяет Следствие Закон Кармы И следствие Определяет Принформирует Причину Это закон Преспективы Закон Развития И первый Второй Законы Действуют В пределах Луча Время Пространства Среды Обитания Человека В пределах Конкретного Сформированного Луча Логика И чувства Определяют Сознание Великая Тайна Лао Цзы Сформулированная В пятом Веке До нашей Эры Действие Через Недействие Как раз И объясняется Возможностью Достижения Гармонии За счет Роста Сознания Можно Копать Канаву Можно Прозреть Философию Развития Мира Первое Действие Через Действие Второе Как следствие Действие Через Недействие Но Рожденная Философией Нового Мира Она же Является Для кого-то Причиной Которая Порождает Другие Следствия Так И Взаимодействуют Причиной Следствия Причина Рождается Человеке Ростом Сознания Рост Сознания Как следствие Этой Первой Первой Причины Это Следствие Является Причиной Для Трансформации Реальности Через Прозрение Через Работу Через Вдохновение Действия Закона Следствие Рождает Причину Выходит За пределы Линии Кармы И Формирует Взаимосвязи Беспредельного Количества Разного Как частей Компонентов Качественно Иного Единения Это Вот Об этом Речь Идет Есть Оптимальная Линия Развития Которая В принципе Величается В некоторых Теориях Кармы Есть возможность Вот Определение Этой ширины Спектра Потенциально Возможной В данном Времени В данном Спектре Энергии В данной Гравитации Вот Спектр Между Этим Это Возможности Достижения Человеком Вот Воплощенные Вот В данное Время И Эта Реализация Вот Достижения Она Хорритируется Сознанием В данном Случа Причина Первая Причина Всего Нашего Жизнетворчества Это Свет Который Рождает Следствие Это Наша Деятельность Которая Может быть И Физической И Мысленной И Любой По Утверждению Время Пространственных Характеристик Нашего Времени Так Было Всегда Но Только Сегодня На этом Уровне Сознания Человечества Стало Возможен Так Просто О Подобном Говорить Говорить Не только Для информации Но Для Руководства К действию Забрасываясь В перспективу Каждый Способен Значительно Содействовать Трансформации Настоящего Но Принимая Во внимание Изменение Энергетического Спектра В пределах Которого Продолжается Революционное Развитие Земли В целом И Человечества В частности Существования Выставлены Пороговые Уровни Таким Образом Наиглавнейшими Условиями Для воздействия На завтра Является Остребение К общему Благу К овровесию Планеты Земля Гармонии Мужского И женского Начала Почему Потому что Это востребовано Существованием Потому что Спектр энергии Который Становится Доступен Человеку Вот в этих Вот пределах Кармы И максимально Достижимых Возможностей Развития Вот в этих Пределах Практически Обеспечивается Светом Его Палитра Энергетической Для данного Времени Для данного Человечества Для данного Исполнения Законов Гармонии Обеспечиваются В общем-то Все процессы Жизнетворчества Таким образом Наиглавнейшими Условиями Для воздействия На завтра Является Стремление К общему благу К равновесию Планеты Земля Гармония Мужского И женского Начала Почему опять? Да потому что Это и есть Исполнение Законов Гармонии Это и есть То ради чего Это и есть Оптимальное Состояние Достижение Довольного Роста Сознания Обеспечивающего Адаптацию К этому миру Кто не успел Тот опоздал Кто опережает Тот процветает Это законы гармонии Это не наши Социальные Прибабахи Социальные Прибабахи Являются Очень 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 Тритичным Четверичным Петеричным Следствием После тех Ильных Причин Поэтому Так важно Расти сознанием Так важно Обредать ответственность За мир Так важно Преодолевать Самость Которая Якорит К Условиям Вторичного Убогого Сосуществования С миром Мысль Разрушающая Рановесие Стимулирующая Насилие Агрессию В этих условиях Возвращаются К пославшему Усиленными Многократно В соответствии С законом Кармы Это важно Мысли Которые Способствуют Разрушению Которые Сформированы На ненависти Они Усиленно Многократно Возвращаются К пославшему В соответствии С законом Кармы Любить Все мы Дети Друг друга И любовью Только Мы Человеки Сегодня Является Функцией Завтра Как не вспомнить Иисуса С Его Бог Это любовь И не убей Не укради Не подотока ли Это человечество И времени Когда должны Открыться Возможности Осознания Взаимоотношения Со временем И пространством Ко времени Которое Пришло Здравствуйте Устремитесь Твоими Свободами Надышусь Якорь Подниму И горизонтом Вскроюсь Запомню Благословение Твое Наизусть Я читаю Все творения Свои Из сборника Мост Из дождей И тумана Это такая книга Из серии Миропонимания Новой эпохи Эти все Книги Можно Заказать Издательство Рибера Ссылку я даю В описании Кодоприкран Письмо 163 Разговор С учителем Владыка Какие действия Сознательного Человека Необходимы Потребность Только в одном В исконности И ответственности Важно Прекратить Порочную Практику Компромиссов Ради Каких-либо Целей Ибо целей Псевдо И практика Поэтому Губительна Так как Приводит Только к Заблуждениям И отклонениям От истинного Пути Но Сатус-тво Кво Который Сохраняется В мире В виде Социальных Систем Формирующих Власть В большинстве Стран мира Тоже быть Уничтожен Ради Нового Светлого Чистого Искреннего Скажу Не уничтожен Но Трансформирован Миропорядок Установленный К концу 20 века Соответствовал Определенному Сознанию Требование Необходимости Объективного Роста Сознания Несомненно Приведет К изменениям И социальных Систем И взаимоотношениям Между Странами Но Нет смысла Насильно Корректировать Ситуацию Изменение Вибрационной Системы Мироздания Происходящее С вступлением Земли В эпоху Сатия-Юга Под созвездием Водолея Предопределяет Смену частот И амплитуду Энергий Которыми Облучается Наша планета Как составная Часть Вселенной Сегодня На территории Украины Происходит Трагедия В социальном Плане В социальном Смысле И это Проживается Очень тяжело Всеми Кто имеет К этому Отношение Но Никто Не хочет Разбираться В причинах Данного Конфликта И я Уже Пытался Сказать Об этом Но Так как Об этом Говорить Очень Сложно И потому Что это Вызывает Болезненные Реакции Я Об этом Стараюсь Говорить Поменьше И тем Не менее В этом Нашем Разговоре Родная Я Должен Заметить И это Очень Наглядно Почему И как Изменяется Мир И что Является В основе Что Является Причиной Тех Катаклизмов Катаклизмов Которые Мы Проживаем Час С нами Непонимаемых Час С нами Непринимаемых Но Объективных Только потому Что Без воли Господа Волос Не упадет С головы А тем Более Такие Катаклизмы Когда Трагично Гибнут Люди И Вершатся Тельные События Связанными Со столкновениями Государств Лбами На Украине Магниты Триполя Они Заложены Они Существуют Трипольские Магниты Триполя Трипольские Магниты Они До определенного Момента Не были Включены Потому Что Соответствующая Атмосфера Вокруг Не Содействовало Их Включение Сегодня Вот Именно В Третьем Тысячелетии Пришло Время Когда Состоялся Резонанс Между Спектром Энергии Посылаемым Солнцем На Нашу Землю И Этими Магнитами И Они Включены Эти Магниты Они Соответствуют Определенному Уровню Сознания Это Определенный Уровень Определенный Уровень Сознания Характеризуется Совершенно Определенными Взаотношениями Между Людьми И Между Людьми И Существованием И Пробудившись Эти Магниты В общем-то Они Объективны Они Всесильны Они Обладают Вселенскими Потенциальными Возможностями И Вступив В вибрационную Систему Реально Существующего Пространства В чем-то Убогого В чем-то Несчастного В чем-то Ораниченного В чем-то Самостного В чем-то Станичного Пространства Сегодняшней Украины И Сегодняшней России Эти Вибрации Выступили Разрушительным Моментом Для Такой Удивительной Страны Как Украина И Стремление Украины Обрести Себя На Западе Стремление Украины Отвернуться От России Они Антиэволюционны Почему Потому что Украина Сама по себе Это Пространство Ограниченное Россия Была Создана Вместе С Белоруссией Для Трансляции Этих Вибраций Магнита Триполя В мир В течение Всего Времени Вся История России Собирание Ее Тех Иных Границ Расширение Границ Они Формировали Вот это Мощнейшее Поле От Европы До Владивостока До Тихого Океана И сверху От Ледовитого Океана Севера До Границ С Китаем С Монголией Они Сформировали Мощнейший Мощнейший Вибратор Который Должен По предназначению Существования Усилить Эти вибрации Поэтому Россия Она В принципе Борется За Вибрации Триполя За магниты Триполя А сама Украина Она Практически Сейчас Просеивается Через Сито Существования На Примет Того Чтобы Осталось Вот То Что Позволяет Сохранять Эти вибрации Позволяет Служить Этим Вибрациям Позволяет Реализовывать Вибрации Этих Магнитов А это Вибрации Которые Определяют Человечество На ближайшие Несколько Тысяч Лет Ибо там Вибрации В которых Нет места Оружия Вибрации В которых Нет места Государству Вибрации В которых Нет места Насилия Да Конечно Эти вибрации Будут Управиться Человечеством В течение Определенного Времени Но Начало Этому Положено И конфликт Между Россией И Украиной Это трагическое Социальное Явление Оно В конечном Итоге Обязательно Приведет К тому Что будет Достигнута Гармония Взаобношения Россия Украина И Беларуси И в этот Полюс Наиважнейшее Явление В этом Эволюционном Этапе Человечества Услышал Дородная Второй Эволюционный Полюс Это Америка Мексика И Канада Где идут Свои процессы Гармонизации Взаимоотношения Но Вибрации Три поля Определяют Поэтому Идею Нового Существования Мир ждет От России Она должна Там родиться И само России Предстоит Избавиться От всяких Прозападных От всяких Унизительных Этих Функций Своих Какой-то Придуманной Вторичности Это процесс Это не просто Но для этого Культура России Для этого Ее Масштаб Для этого Ее Природные Ресурсы Для этого Любимая Преобразования На планете Не заставят Себе ждать В ближайшее Время Потребуется Смена Идеологии Власти И появятся Новые Лидеры Способные Эту идеологию Провозгласить И воплотить Жизнь Главное Отличие Идеологии Будет Не декларирование А в реализации Сознания Ценности Человека В свете Этого И произойдет Преобразование Государственных Систем Пользу Самолизации Личности В этом плане Россия Есть чем Заниматься Потому что Отношение К человеку Как К части Общественной Структуры Оно Устарело Оно Уже Не работает Вся Система Предыдущей Социальности России Она Развила В человеке И самостоятельность И инициативность И независимость Сегодня Государство Отстает В своих Решениях И обязана Просто Сделать Целый ряд Постановлений Законов Открытий Которые Позволили бы Усилить Условия Творческой Системизации Личности Вообще И женщины Как самого Главного Звена Этих Процессов То есть Тебя Тебя Осознанным 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 Носителем Кода Трансформации Вселенной Не может И не захочет Противостоять Синхронизации Со всем мирозданием А значит Человек И обеспечит Необходимое Преобразование Что делать Ему Подсознательно Известно Уже Сейчас Но Кто Может Родиться Сегодня Без Кода Реализации Который Вписан В общую Систему Ценностей Эволюционного Развития Человечества Кто Никто Только Кто-то Спит Кто-то Ленится Кто-то Реализует И Открывает Новые Возможности И все Определяется Ростом Сознания Как Делать Вопроса Нет Известно Однако Уходящая Отработанная Система Взаимоотношений Как Людей Так И Земли С Другими Планетами Солнечными Системами И системами Иных Галактиев Не может Трансформироваться Мгновенно Но Процесс Изменений Необратим Новая Вибрационная Система В основном Стабилизируется К концу 21 века По Нашим Подсчетам Страшный Суд Закончится В 2120 Году Но Основные Социальные Катаклизмы На земле Пройдут До 2040 Года Я уже Как-то Отмечал Что Любые Цифры Они Естественно Очень И Очень Относительны И Возможны Корректировки Но Глобально Вехи Эволюционного Развития Они Определены Ибо Завтра Формируют Сегодня Завтра И Уже Определяя Вот эти Цифры В этом Письме О красоте Уже Формируется Вот этот Энергетический Поток Который Придет На землю Для Реализации Законов Гармонии Очень важно До этого Времени В доминирующую Линию Поведения Стран и Политиков Их Представляющих Органов Вести Понятие Терпимости И Доброжелательности Это Крайне Затруднительно Без Перевлашения Во власть Женщин Что Само По себе С одной Стороны Является Испытанием Для мужчины А с другой Автоматически Изменяет Приоритеты Власти Это Абсолютно Но Есть одно Но Женщина В мужском Обществе Власти Построена По Мужским Законам Она Бесполезна Более того Она Еще И Более Промужицки Активна И Агрессивна Ибо Ей Приступает Ей же Нужно В мужском Обществе Доказывать Что Она Умнее Сильнее И Все Остальное Это При том Что Вторым Планом У нее И хитрость И интуиция И все Остальное Но Она Начинает Войдя Во власть Женщина Сегодняшнего Времени Она Старается Все Эти Свои Качества Женские Направить На Реализацию Своих Корыстных Самостных Целей Поэтому Когда я Говорю Женщина Во власти Это Женщина Которую Предварительно Надо родить Которая Придет В этот Мир Как Вестница Для Всего Человечества Которая Будет Спахтана Вибрациями Триполия Которая Будет Понимать Ответственность Свою За Эти Вибрации За Донесение Возможностей Каждой Женщине В первую очередь Каждому Человеку Вдохновляя На Творческую Сонализацию Которая Связана Предназначением Вложенным Каждого Человечка С Рождения Наибольшие Катаклизмы Потрясут Те Страны Где Торжество Приоритетов Интересов Личности Над Государством Не может Прижиться Именно Такие Страны Будут Подвержены Природным И Социальным Катаклизмам До конца 2120 Года Новая Система Ценностей На земле Начнет Тоже Сставать С 22 Века Что Откроет Страницу Новейшего Эволюционного Пути Сориентирован На Перспективу И Возможности Гармонии Сосуществования Человек Трансформируется В Человек Разница В осознании Своего Единства И Своей Ответственности За эволюцию Вселенной Владыка Определены ли На земле Страны Народы Ответственность За этот Эволюционный Период Определены Только Изменения Требуемые Земле Настолько Глобальны Что Преждевременное Оповещение Об этом Нецелесообразно Вряд ли Указанная Ответственность Будет принята Человечеством Без недоумения И амбиции Ну В то время Когда писались Эти письма Красоты Это Более Тридцати Лет Назад Сегодня Я Со всей Ответственностью Определяю Три поля Говорю Об этих Вибрациях Я рассказываю Роли России Украины Пытаюсь Расшифровать Тельные Социальные Конфликты Которые Возникают В наше Время На земле И это Понятно Потому что Потому что Не говорить об этом Уже нельзя А разговор об этом Вызывает конечно Очень глобальное Недоумение И Я единственное Что понимаю Что те Кому нужно Это услышать Услышат И родят Свои Идеи И Будут Посвящены В свое Прозрение Потому что Мир Человечества Это Единица Сознания И Каждый В эту Единицу Должен Вложить Свою Единицу Сознания Которая Достигается Только Прозрением Себя И Единства Себя Со всем Человечеством А что делать Конкретному Человеку Для содействия Развитию Человечества Да мы же Говорили Быть и Жить Глядя на Людей Мы не Перестаем Удивляться Упорному Нежеланию Отдельных Народов Становиться На путь любви И Сострадания Возвращениях Как внутри Страны Так и С другими Народами Единство Предопределяет Разность Но через Уважение И принимание Непохожести Иного Единство Предопределяет Разность Но через Уважение И принимание Непохожести Другого Гармония Необходимость Достижения Которая Доведена До каждого Землянина Определяет Поиск Путей Развития Поиск Как обязательный Для каждого Так и Предопределенно Успех Существование Не обладает Снисходительностью Но целесообразностью Эволюции Сопротивление Глупо И бесполезно В романе Купол Я пытался Подробно Описать Процесс Вот Зарождение Этих Магнитов Триполя Их Закладывание Грубо говоря И Я бы Очень рекомендовал Познакомиться С этим романом И ссылку На свои книги Я даю В этом Описании Я думаю Что Многими Недооценивается Вот эта Вот Зависимость Друг от друга Всего Человечества И Часто Очень Самость Человека Его Устремление К достижению Каких-то Мнимых Результатов Своего Развития Своего Существования Перекрывает Вот этот Объективный Взгляд На мир Ну и Что ведет К определенным Трагедиям Ибо Если ты Не попадаешь Вот в этот Ракурс Который Определен Спектром Энергии Света Солнца Для этого Периода Для этой Гравитации Для нашего Времени То есть Ты не попадаешь В этот Спектр Ну ты Вываливаешься И заваливаешься Об этом Тоже можно Долго Говорить И рассуждать И может Я посвящу Одну Программ Тому Как Мне Представляется Я Хотя Уже Говорил Чуть Чуть Касаясь По поводу Своих Прозрений Относительно Воплощений Человечества На планете Но Можно К этому Еще Вернуться Ибо Это Безумно Интересно И Очень Ответственно Для тебя Родная Потому Что Женщина Рождает Новое Человечество И Каким Человечество Она Родит Таким Мир И Будет Но Каким Ты Сознанием Будешь Обретать В этом Случае Каким Ты Будешь Руководствоваться Какой Ответственностью Таким И Родится Человечество Поэтому Эти Программы Разговор Женщины Они Пускай В какой-то Мере Я Не Словим Преувеличивать Но Они Доносят Очень Важную Мысль О Потребности Твоего Рождения Любимая О Востребованности Тебя В этом Мире Ибо Без Тебя Ничего Не Возможно Владыка А эволюция Это что Как Эволюция Это Непрерывное Совершенствование И изменение Условий Для роста Сознания Рост Сознания Обеспечивает Преобразование Новых Энергий Хаоса В гармонию Это Так Глобально Что Почти Необъяснимо Для того Чтобы Объяснить Дальше Необходимо Человеку Самому Встать Осознанной Гармонией Без этого Любое Объяснение Обессмысленно Спасибо Владыка Я Сказал Адонай Истар Аллилуйя Аум Я Совершенно Не волнуюсь О том Будет ли Понятно Что-то Из того Что я говорю Ведь Это Не для Понимания И Если Я Строил Разговор С Мужчина Я Совершенно По-другому Преподносил Эту Информацию Но Мне Очень Важно Чтобы Ты Родная Принимала То Что Я Говорю И Очувствовала Отлик В своем Сердце На Это Слово На Эту Благословительность На Эту Совершенно Необыкновенную Энергетическую Составляющую Которая Содержит Слово В этой Программе Как у тебя Из разговора Как у тебя Лучше всех А ты А у меня весна И абрикосы цветут А у меня нарциссы И другие цветы А у меня солнце Долгожданное Тут Как у тебя Лучше всех А ты Творчеством Маюсь Рисую буклет Будет презентация Красоты И женщин Красивых Ивент Букет Как у тебя Лучше всех А ты А у меня Потрясение Кино Амане Его жизнь И картины Цветом Чисты Реальность Идеальной В его Огне Как у тебя Лучше всех А ты А я заболела Поцелуйностью Дня А я заполняю Жизни Листы Олюбовленной Силой Огня Как у тебя Как у тебя Лучше всех А ты А у меня Тоже лучше всех Но я Не знаю Как это Это была Программа Цикла Неизведанная Планета Человек Проект Неизведанная Планета Человек И Это Программа 14 Разговор Женщины До новых встреч В 15 Программа Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok